Второй год уже непростой, 16-й говорят, ну и в общем-то есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году, именно в нашей республике? Может быть какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий бы, да. Но это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее. Все хотят жить нормально и сейчас. Но для этого и нужно находить сегодня те моменты, почему мы все кинули сейчас на расшитие и логистические схемы по нашему новому месторождению. Мы говорим и не просто о добыче сырьевых ресурсов, мы сегодня говорим с нашим партнером с Русалом. Вы сейчас имеете в виду Оршановский? Да, я имею в виду. Это угледобыча сама по себе, это сырье. Оно не даст нам полной отдачи в перспективе, в хорошей, я имею в виду. Мы сегодня говорим уже с нашим партнером и на Красноярском форуме мы будем делать презентацию. Это углехимия. Мы вышли с Олегом Владимировичем Дерибаской на президента. Я письмом Олегу Владимировичу встречи. Сегодня у нас есть резолюция президента, я уже получил официальный ответ. Наша инициатива расписана на уровень вице-премьера Дворковича. В Красноярске мы будем обсуждать уже за круглым столом с наукой и с правительством второй этап развития нашей угольной отрасли по переработке угля. Для нас важно. Но вроде, знаете, сегодня рубль не придет. Наоборот, надо думать об инвестициях еще, да? Но и завтра надо жить будет. Я отрезок понимаю. Через 3-4 года мы получим новое производство. И уже говорить можно о другой экологии и о многих других вещах. В то же время, этими шагами сегодня хлеба не поешь. А чем же сегодня поешь? Вот именно в этом году хотелось бы понять. Прежде всего, мы должны привлечь несколько миллиардов инвестиций. Что такое инвестиции? Это деньги. Те, возле которых все встанут. Строители, возле строителей сфера услуг. А возле сферы услуг все, и тоже сельское хозяйство, это население кормить надо. Надо получить несколько миллиардов инвестиций. Дополнительно, по транспортную инфраструктуру. Для нас расшить ситуацию по логистике. Второй выход через реку Абакан. Получить в рамках безопасности наших стратегических предприятий. Саяно-Жужинская ГЭС, Майинская ГЭС, алюминиевого завода. Потому что мы, как хромоножка, на одной ноге стоим через тот мост железнодорожный. Он не очень-то у нас, да, благонадежен такой. Плюс мы не можем через эту инфраструктуру вывести дополнительно 20 миллионов тонн угля. Мы не вывезем. Мы сейчас там развиваемся, мы очень интенсивно идем. Но мы через 2-3 года встанем. Это будет коллапс. Нужно инвестиции. Инвестиции любого плана в нашу экономику. Независимо. Вот все думают, что обязательно нужно развивать индивидуально. Тут где-то только... Если упадет в жилье, вот только жилье появится. Неправда. Получим деньги в логистику. 2, 3, 4, 5 миллиардов. Эти деньги автоматом зайдут во все сферы экономики республики. Почему мы сегодня живем? 15-й год лучше жили, чем все остальные. Мы получили дополнительно почти 6 миллиардов инвестиций. Воинский городок. Строительство. Строительство. По строительству получили. Ну, даже беда сработала на нас. Мы получили еще 3 миллиарда 800 миллионов на инвестиции. 3 миллиарда только в стройку. И 800 миллионов разошлось. Прямо в руки раздали людям деньги. Это тоже была большая работа. У нас общество, как правило, выискивает в этом другое зерно. Но все плохо. Что все плохо? Почти полторы тысячи домов? Что там одного жулика поймали? Так это мы поймали. Мы с него спросим. Ищут сейчас. Ищем его и найдем. Мне жалко, что пострадали часть строителей. Но что же эти строители-то не платили налогов? Как они без договоров работали? Вот я не хочу им сейчас претензии предъявлять, да, как руководитель. Но мне так обидно. Они детям не выплатили ни одного рубля. Я в какой мере веду? За эти рубли мы бы построили садики, содержали бы воспитателей, построили бы дороги. Но только их нужно вот так расшифровывать. А не налоги. В общем. Лекарств не додали пенсионерам и нуждающимся через это. Почему вы? Они же своровали деньги. Прям воровали их. Когда беда случилась, приходят опять во власть, у которой украли деньги. Помогите. И еще виновными выставить кого-то. Да я терпения набрался. Дал команду опять правительству. Помогайте. Даже этим жуликам помогайте. У них семьи есть, еще что-то. Потому что им часть денег не доплатили. Но когда они получали сверхприбыли, Говорят, мы руки пожали. Что же это понимание такое в жизни-то, а? Руки пожать. С государством так никто не говорит. Требуют прямо, да, по закону. Руки-то жмем через закон. А почему у вас договорных отношений нет? Если в договор, то нужно налоги платить. Плохо договорились. Ну, можно возвращаться от одной проблемы к другой. Нужно было говорить больше, наверное, об экономике. А что же мы получили? Мы закрыли беду. Правда? По всем стилям. По всем критериям. Мы дали людям отличнейшее жилье. Просто бы никто. Мы бы десятилетиями, республика себе бы не смогла позволить. Да, конечно. 1300 с лишним домов построить. Новые деревни, школы, все эти вещи. Инфраструктуру, водопровод подвезти. Да мы за 10 лет столько не сделали водопровода по разным программам. Сколько сделали за одно лето? Сколько рублей пришло в экономику республики? Сколько у нас сфера услуг получила? Магазины, те, кто материалы возили. Арматуру выпускали. Там столько сопутствующих вещей. Никто не обсуждал. Я не потому, что нужно хвалить каждый день губернатора, как он добивался этого. Там все правительство работало. Владимир Владимирович, ну все помогли нам. Вопрос в другом. Ну, стать чуть образованнее в этой части, как живет экономика. Понять ее, расшифровать, промотивировать, разобраться. В конце концов, сколько мы все с вами получили преференций в регионе. Это вот второй пункт, Виктор Михайлович. Если вернуться к нашему вопросу, да, вот основные посылы на этот год. Первый – это, конечно же, решить вопрос с долгом. Каким-то образом, я думаю, что, наверное, вам удастся с вашей энергией это сделать. Второй момент – это, да, инвестиции глобальные. И что третье? Вот ваше сельское хозяйство любимое, вот ваша любимая тема. Вы будете делать ставку на него в этом году? Или оно будет как… Ларис, сейчас скажу честно. Вот просто честно-честно-честно называется, да? Не потому что любимое. Ну, чуть-чуть знаю его. Чуть-чуть разбираюсь. Искренне говорю. В каждом деле должен быть глубоко мыслящий профессионал. Оттуда надо брать их, слушать, учиться и помогать профессионалам. Не потому что я только декларирую. Я как политик декларирую. Я трезво понимаю, что от этой сферы прям зависим все мы. К чему мы ходим? На чем мы ездим? Какое у нас здоровье? И экономика республики самое главное. Прям экономика республики. В голодном регионе никто не будет жить и работать. Этот фактор всегда будет всем мешать. У нас нет на прилавках, у нас нет своего. Когда свое – это комфорт, это уважение к территории, это уважение к себе лично, к личности. Ты хвастаешься тем, кто к нам в гости приезжает. Пошли на наш рынок, пошли в магазин. Ты посмотришь. Вы довольны своим детищем рынком? Смотрите, какие у нас цены. Это каждый в себе несет. Это не только я и вы, которые, мы, может, чуть больше знаем по роду службы. Любой человек на своем уровне где-то чувствует. В то же время мы знаем минусы, что есть. И с ними надо бороться. Это влияет на жизнь, это влияет на инвестиции. Никто не придет. Будем мы давать сельскому хозяйству в этом году республика помогать? Будем, не просто будем. При всех тех сложностях нельзя ни в коем мере уменьшить финансирование. Знаете, почему? Мы потеряем все то, что сделали раньше. Потому что крестьяне, так же, как любой бизнес, взяли кредиты. И они шли по ясной для них программе. Я имею в виду программе поддержки. Они трезво понимали, что им помогут. Каждый год вот такие-то субсидии. На технику помогут, процентную ставку погасят и получается. Виктор Михайлович выходит в эфир и говорит, тяжело. Вы же видите, что происходит у нас. Экономики нет, налогов нет. Мы уменьшаем вам пропорционально, как всем. Они больше всех пострадают. Мы все, что вкладывали этими ранее годами, мы это потеряем. Они рухнут за год. Это другая абсолютно отрасль. Там же живые существа. А их нельзя поставить на отстой, законсервировать. Как некоторое производство, да? Провели консервацию и стоит. Корову не поставишь на консервацию. Поросенка, не знаю, курицу. Она должна кушать, ее надо содержать, лечить. Она должна плодиться, воспроизводить себя. У нее идет жизнь, она умирает. Понимаешь, даже вот по естественной смерти она уйдет. Ее не поставишь на консервацию. Там нужен ресурс, как минимум, тот, который был. А как норма, каждый год увеличивать надо, потому что мы растем. Больше фермеров становится, больше земли пашем, больше производим. Значит, это все нужно субсидировать. То есть процесс должен с нарастанием идти. Почему я сказал, только, ну, как минимум, сохранить бюджетную составляющую по сельскому хозяйству. А будучи разумными, честными, справедливыми к своим крестьянам и к сельчанам и к переработчикам, нужно увеличивать. Виктор Михайлович, хотелось бы, конечно, уже время в наше подходит к концу, но хотелось бы закончить чем-то таким позитивным. Этот год вы объявили годом матери. На самом деле, мне кажется, каждый год можно объявлять годом матери, потому что это настолько широкое понятие, начиная от родной мамы, заканчивая родиной матерью, да. Но почему именно этот год? Мне бы хотелось немножко выйти за рамки, может быть, официального, а перейти немножко на личное. Я понимаю, что большинство политиков терпеть не может эту журналистскую манеру, но, тем не менее, насколько мне известно, ваша мама жива, и она сейчас рядом с вами. Может быть, это как-то с этим связано, что именно в Хакасе этот год-год матери? Я очень рад и благодарю Господа Бога, что мама со мной, жива. Маме 87 лет, в девичестве была Кемф Марта Карловна, она Марта Карловна и осталась, она немка у меня, я очень горжусь, горжусь не тем, что она просто немка-немка-немка, в том плане, что горжусь тем, что она воспитала нас с каким-то маленьким другим укладом, более требовательно. Как и все матери, очень любила и любит нас, но в то же время всегда такие критерии к нам предъявлялись. Ну, мы должны были как-то что-то делать в этой жизни. Работать. Самый главный критерий был… Я все трудолюбивую учила. Это работать. Главный скандал в семье всегда был. Если кто-то богаче живет или меньше работает, у тебя муж там, вернее, меньше работает, критерий. Ты должен так же работать, ты должен принести больше. Но это одно, а второе и другое есть. Не самое главное, это другое. Ты не имеешь права быть плохим к своей семье. Вот там было всегда требование, и сейчас оно. Всегда права невестка. Всегда права невестка. А так ведь и есть на самом деле. Ну, знаешь, она, конечно, любит родного сына. Но замечение сразу было, ты не прав. Ты дал слово, ты взял за себя женщину, она тебе родила детей, тебе рожала. Она всегда говорит, видите, это тебе родили детей. Вот этот критерий всегда мама нам как-то навязывала. Остальное, конечно, было очень много-много-много других, может, вещей. Но было и то, что я почему выделил там национальность. По понятным причинам мама здесь оказалась. Ее сослали. Ну да, сослали. Сослали. Она была ребенком, она никого не предавала. Ни государства, ничего. Мы знаем, в 41-м году немцев выслали. И моя мама попала в Сибирь девочкой. Я почему готов в две нормы пахать. И почему, наверное, вы видите, что я уделяю очень большое внимание титульной нации. Они прямо спасли мою маму. Она выжила. Они переехали без ничего сюда. Их было пятеро детей, одна бабушка. Мама была самая старшая почти, 13 лет ей был. Остальные дяди Косте было самому младшему две недели. Он родился со мной в один день, 23 августа, только 41-го года. А 6 сентября их посадили в скотовозы и полтора месяца везли до Сибири. Потом баржами через Денисей сюда. Не все доехали по понятным причинам. Я не буду говорить о тех условиях, в которых они ехали. Но это моя мама. Мне все равно обидно за наше государство, что мы могли со своими людьми так поступить. Ходили вместе в туалет, потому что не было, становляясь на перегоне. Это много-много что есть, но ни разу в жизни, я это узнавал, знаете, из каких-то таких тайных разговоров. Ни разу в жизни мне мама не сказала, что нельзя любить это государство. Ни разу. Ни разу немцы не критиковали власть. Ни разу. Они все равно любили это государство. Это было их государство. А вторая часть этой жизни – это вот уже Сибирь, Хакасия. А отец, конечно, сибиряк, казаки. Вот такая контрастность. Мы с Кавказского, вот рядом, Костротранский район, где отец, где вся моя родова была. Второй дед, невеликий тут секрет, был секретарем горкома Черногорска. Дорос там до начальника шахты. Ну, все отсюда, все здесь. А вот эта часть, контрастная семья такая, прям разные были, папа и мама. Большой контраст, папа прямо русский, все отдаст. Да, всех любил. Мама немка педантичная. Мама нет в части того, что семья, защита, забор, дети, мое. Ну, вот такая маленькая разница. Но, Хакасу спасли мне мать. Вот, прям Хакасы. Не то государство в то время, которое было, отношение, вернее, власти к ней, да? Их отсылали сегодня не для того, чтобы они выжили. Я это трезво понимал. Но они ни разу не пожаловались. Само просто отсылали. Да. И высылали. Без отца. Отца в трудармию забрали. Он пришел, 55 лет умер. И вот можно много накладывать. Я сейчас не то, что только про свою маму. Я думаю, у каждого есть своя история, как нужно любить маму, как через эту призму, наверное, прежде всего, правильно, ты сказала, что, а вот уже и государство тоже мама. Да, родина мать. Ну, как без мамы, я не знаю. Ну, консолидация возле мамы. Пока мама жива, я очень хочу долгих-долгих лет. У нас такая сильная семья получается. Я знаю точно. И каждый у меня со мной согласится. Пока живы родители, дом отчий, да, есть семья. Конечно, нужно сделать все, но постараться не один год, а каждый год. Я просто предложил этот вариант. Я думаю, этот год как-то особенно будет. Найти. Наоборот, он сложный отчасти. Да, и вот нужно как форму консолидации всему обществу сплотиться, найти в себе силы, уделить внимание именно, это не проблема. Наоборот, найти другие моменты, как еще всем быть добрее, сильнее. Найти форму финансирования даже этих программ именно материнства. Именно материнства. Мы очень надеюсь, верю, мы должны ввести перинатальный центр, правда? Это, конечно, прежде всего для девочек, для мам. Конечно. Только для мам. Ну, папа радуется возле этого дела, да, всегда, когда появляются такие. У нас еще есть очень много денег, будем вливать в медицину. Я думаю, что в конце года мы действительно поймем, что вы вкладывали, какой смысл вы вкладывали в этот год. Я думаю, что это публично станет ясно для всех. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова